Уникальность этого велосипеда в том, что он находится в первозданном виде со времен покупки, хотя этот велосипед был выпущен в 80-х годах. Годы советский салют не тронули, на синем крыле не царапины. Заводские наклейки как новые. А ведь на нем учились кататься младшие члены одной благовещенской семьи. Велосипед вместе с игровой приставкой и несколькими фотоаппаратами 70-х-80-х годов их родители подарили музею. Сколько династий поступили так же, его работники не берутся считать. Экспонатов за год приняли тысячу. Кто-то нашел у себя на чердаке, кто-то крылся в огороде и нашел какие-то, например, бутылки конца 19-го, начала 20-го века. Какие-то предметы их долгое время хранились в семье. По прошествии времени решили перенести в музей, не продать, например, коллекционерам, а оставить свою частичку истории в музее. Свою историю хранит каждый из экспонатов. Среди них форма хоккеистов первого международного матча «Содружество», что прошел в минувшем январе. Сувениры, открытки с космодрома «Восточный», фотоальбом с летописью будней работников швейной фабрики, редкие книги и наряды страны советов и многое другое. Соедините меня с бухгалтерией, пожалуйста. Так вполне мог начинаться один из разговоров начальника Благовещенского передающего радиоцентра. Выпущенный Пермским заводом в 1967 году телефон-концентратор служил ему верой и правдой долгие годы. После хранился в музее связи и только в этом году был передан его бывшим руководителем в Веческий музей. Выставка «Дары и дарители» заработает завтра с трех часов дня. Посетить ее можно будет в течение месяца.